Сочи, похоже, вновь может вытянуть счастливый билет. Если удачно раскрутить рулетку и фишки лягут как надо, то регион и сам курорт получит вполне солидный выигрыш, а точнее пополнит бюджет налогами. И самое главное, край сможет окупить средства, вложенные в строительство олимпийской инфраструктуры. Новые дороги, отели, транспортные терминалы и спортивные объекты мирового уровня. У Сочи сегодня есть всё, чтобы привлечь новых туристов. Так считают представители городского общественного совета. Поддерживают их и власти Краснодарского края. После совместной консультации и было принято решение направить открытое письмо президенту страны с просьбой о создании в Эмеретинской низменности и горной зоны. Мы обещаем также со своей стороны поставить всё это дело под общественный контроль. Совместно, конечно, с правоохранительными структурами, с администрацией Краснодарского края, города. Надо на это пойти. Мы бы выиграли, облегчили немножко бюджет и федеральный, и краевой, и городской. Свою инициативу общественники не раз озвучивали и на встрече с Владимиром Путиным, и на недавнем совещании в Сочи по постолимпийскому наследию с участием вице-премьера Дмитрия Казака. Тогда идею горожан поддержали и губернатор Александр Ткачёв, и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Все сходятся в одном. Курорт сможет и после Олимпиады стабильно приносить прибыль и развиваться за счёт собственных средств. И самое главное – заработанные деньги регион сможет направить на содержание спортивных объектов. Сегодня на это требуется ни много ни мало – более 2 миллиардов рублей. И это не считая стоимости обслуживания скоростных электричек «Ласточка», которые обходятся бюджету в 3 миллиарда рублей в год. Тоже казино бы давало бы возможности на то, чтобы мы эффективно эксплуатировали и инженерную защиту, и меритинской низменности, содержали бы свои дороги, мы содержали бы свои зелёные зоны. Мы это делаем и сегодня, но нам сегодня помогает ещё то, что всё это новое. А с другой стороны, мы неимоверными усилиями сегодня, бюджетом города справляемся с теми задачами, которые перед нами стоят. Аргументов в пользу создания горной зоны в Сочи немало. Краевые власти уверены, это позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион, сделать курорт круглогодичным, а значит равномерно заполнить отели. После Олимпиады номерной фонд увеличился до 43 тысяч. Принять новых туристов здесь готовы всегда. Опять же, плюс для города – дополнительные налоги и рабочие места. Точку зрения власти разделяют и эксперты, которые считают, что азартные игры позволят по-другому взглянуть на Сочи. Ведь у курорта, выражаясь языком бизнеса, уже давно есть свои клиенты. Сочи на сегодняшний момент, и так это было всегда, был местом популярным среди туристов премиум-класса, премиум-сегментов, как российских, так уже и сейчас зарубежных. Поэтому наличие горной зоны на уже готовой инфраструктуре, гостиничной, отельной, то есть это является разумным и вполне прогнозируемым объективным шагом. У некоторых скептиков есть опасения, что азартные игры – это обязательно криминал. Эксперты советуют изучить опыт других стран, где казино, наоборот, только помогает привлечь туристов и способствует развитию курорта. Пример – город в обратим Сочи – Баден-Баден. По мнению Александра Ткачева, можно вполне ориентироваться на этот иностранный курорт. Что касается мер безопасности, то никто не сомневается, что правоохранительным органам удастся их обеспечить на высшем уровне, как на Олимпиаде. Тогда экзамен полицейские сдали на отлично. Прежде всего и милиция общественной безопасности будет участвовать в этом. Это, конечно, и участковые полномоченные, это охрана общественного порядка, как в пешеном, так и в мобильном варианте. Здесь нам, прежде всего, придется работать и с собственниками этой горной зоны, потому что с ними нужно будет взаимодействовать, нужно будет налаживать отношения, нормальные выстраивать отношения, чтобы безопасить граждан нашим, если какие-то вопросы будут возникать. Ну и, конечно, будем работать и с властью, прежде всего. Это развитие новых технологий для обеспечения безопасности граждан. Станет ли Сочи вторым Лас-Вегасом – покажет время. Владимир Путин уже дал поручение правительству страны и губернатору Краснодарского края проработать вопрос и концепцию размещения горной зоны в Олимпийской столице. Если Кремль в итоге одобрит проект, то на берегу Черного моря появится новый туристический центр развлечений.